С литературой у нас все хуже и хуже. Но в смысле в том, не то, чтобы ее там... Ее, во-первых, читают все меньше и меньше, все меньше и меньше ее пишут, и все меньше и меньше пишут ее так, чтобы можно было читать. Есть бессмертные наши русские поэты и литераторы, в котором стоят много памятников. И, наверное, их будут ставить. Слава богу, что их на Западе не забывают. И у нас их, надеюсь, тоже не забудут. Но, к сожалению, да, такие мэтры, как Островский, Достоевский, Толстой, там их, хотя с другой стороны, там их тоже не знают половины школьников. Кто такие? Хрен их знает. Что касается моего любимого произведения и того автора, который мне наиболее близок, наверное, я не буду оригинален, если я скажу, что это Евгений Онегин, Александр Сергеевич Пушкин, потом я скажу, что это Островский, Гоголь и, наверное, Булгаков в том числе. Такие мэтры, которые тоже перевернули мою жизнь отчасти. Беляев с фантастикой меня своей потряс в свое время. Крестный отец, Мария Абвезова, как-то они отложили глубокий след в мозгу и как-то заставили его шевелиться. Правда, что книжки, они такие, они так шелестишь, шемеш, шелестишь, глаза бегают, и работает много разных частей у мозга, нежели когда ты смотришь кино, и ты только воспринимаешь и реагируешь на это. Там мозг работает почаще, получше, поинтенсивнее. Продолжение следует...